Сегодня исполнилось бы 70 лет известному государственному и общественному деятелю Российской Федерации Назирову Хапсирокову. В жизни он проявил себя энергичным инициативным руководителем и организатором. Назир Хизирович всегда оставался тем человеком, который объединял вокруг себя людей, земляков и людей разных национальностей и профессий. На аллее Славы Черкеска, где установлен его бюст, состоялся торжественный митинг. Альбина Ламкова продолжит тему. 70-летний юбилей одного из достойнейших сынов Корчаева Черкесии собрал всех тех, кто знал и почитал Назира Хапсирокова. Представителей власти и общественности, а также родственников и друзей. Служение родному отечеству было делом всей его жизни. Масштабное мышление, профессионализм, талант организатора и управленца позволяли ему решать самые сложные и поставленные задачи. Вместе с тем Назир Хизирович никогда не забывал о своей малой родине. Был истинным патриотом Корчаева Черкесии. Всегда с уважением относился к землякам и оказывал им помощь и поддержку в нужную минуту. Говорили о нем, как и о чутком, отзывчивом человеке, интернационалисте. Он человек, чья судьба была тесно связана с историей нашей малой родины. Внесший весомый вклад в процветание не только Корчаева Черкесии, но и всей России. Назир Хапсироков делал все, чтобы поддерживать мир и стабильность нашей республики. Переехав в Москву из Корчаева Черкесии, он своим трудом и упорством достиг высоких результатов. Имел большой опыт работы в администрации президента, в Генеральной прокуратуре России. Он в буквальном смысле этого слова жил жизнью и заботами людей. Говорили на митинге. Я его знаю 40 лет и знал. Не было случая, чтобы кто-то ему позвонил. Даже если он не знал человека, он не говорил, я тебя не знаю. Сразу въезжал в тему и в рамках разумного начинал помогать. Он оставил добрый след на земле. И мы еще долго будем его вспоминать. И сегодня мы можем говорить о том, что эта семья служит своей малой родине, служит своей стране и живет по принципам человечества. В этот день прозвучало немало добрых слов, посвященных Назиру Хизировичу, который скоропостижно ушел из жизни в 2011 году. Он стал наставником для директора аграрно-технологического колледжа Азамата Матакаева. Уникальный человек, обладавший фантастической дипломатией и гибкостью, политическим и экономическим чутьем. Умевшим дружить и дорожить дружбой, сказал он, вспоминая достоинства к юбилярам. Затем Азамат Иберагимович процитировал слова общего знакомого с Назиром Хизировичем, певца и поэта Вилли Токарева. Особенно впечатляет заключительное высказывание. Так устроено в нашем сложном, загадочном мире, не уходит из жизни, оставивший доблестный след. И не даром мы помним Гомера и любим Шекспира. Хоть прошло с той поры бесконечное множество лет. Действительно, в жизни Назир Хизирович был Гомером. Его изречения, его цитаты, его видение ситуации, его сдержанность. А в работе был Шекспиром, потому что все, что он делал, он делал уникально. Он делал шедевр. Действительно, биография Назира Хапсирокова – это яркий, чистый след для молодого поколения. А жизнь – вечный гимн порядочности, человеколюбие, ответственности и служение Родине, сказал в заключении своего обращения Азамат Матакаев. С благодарностью от имени всех родственников выступил депутат Народного собрания Али Хапсироков. Он был опорой для семьи, и я хотел бы выразить слова благодарности руководству республики, друзьям, коллегам, всем, кто сегодня присутствует на этом мероприятии за все эти теплые слова. Затем состоялась церемония возложения цветов к памятнику видного государственного и политического деятеля Назиру Хапсирокову. В этот день его младший сын Умар Хапсироков, вспоминая отца, рассказал о его наставлениях, с гордостью выделяя доброту и благородство. Нужно быть честным, нужно быть порядочным, нужно всегда любить свой народ, ценить друзей, ценить дружбу. Альбина Ламкова, Лебастанов, Весе, Карачаева, Черкесия.